Чейнлинк просто монстр! Одна из самых ярких звезд в криптопространстве прямо сейчас взбирается в топ-5 криптовалют. Что стоит за таким взрывным ростом Чейнлинка и сможет ли он продолжиться? Может ли Линк достичь 100 долларов или даже больше? Некоторые люди даже прогнозируют 1000 долларов за один Линк. Являются ли такие прогнозы реалистичными или же такие люди просто слишком увлеклись бесконечным ростом Линка и ослеплены его большим хайпом? Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск на моем канале, где я стараюсь выпускать ежедневные видео о криптовалюте уже пару лет подряд. Кстати, если вы хотите купить или продать Чейнлинк, я рекомендую для этого использовать биржу Binance, на которой я в основном и торгую. Я буду благодарен вам, если вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, которую вы найдете в описании. Кстати, если вы по ней зарегистрируетесь, то вам дополнительно дадут скидку в 10% на комиссии. Об этом я с ними договорился напрямую. Итак, если вы жили в Танке все это время, то я вам скажу, что произошло. Чейнлинк сошел с ума. Многие говорят о том, что Линк это новая парадигма криптовалюты. Последний раз, когда я всерьез рассматривал Линк, он стоил 80 центов, представляете? Увидел я его в одном отчете Западного инвестиционного фонда, а после, когда изучал Бейслайн протокол, теперь он почти 20 долларов. У меня спрашивают, а почему это случилось? Что же, последние движения Линка были связаны с человеком по имени Дэйв Портной, о котором я уже упоминал в одном из своих видео. Я даже вставлю этот отрывок, в котором он призывал известных биткоинеров, братьев Уинклвас, обучить его тому, что такое биткоин. Дело в том, что после встречи с Линк, Суинклвас, Дэйв купил не только большое количество биткоинов, став новым бароном торговой площадки Робин Гуд, но и неожиданно добавил в свой новоиспеченный криптопортфель большой кусочек Чейнлинка. Похоже, что после этого Чейнлинк должен обрастать новыми инвесторами, причем действительно мейнстримными, чьи имена достаточно известны. Но давайте посмотрим на графики. Мы видим, что RSI показывает перекупленность Линка на дневном графике. Это значит, что может последовать фаза остывания после такого стремительного взлета. И это будет нормально. Ничего плохого в откате и консолидации после этого я не вижу. Вполне себе здоровое движение рынка. Это наоборот будет сигналом, что актив все еще находится в растущем тренде. Обычьи забеги, как известно, без откатов тоже не происходят. Для примера покажу вам тот же Чейнлинк. Ситуация январь-февраль, когда Линк тоже показал дикий рост. Мы видели перекупленность на RSI. И если мы нарисуем на индикаторе вот эту линию по пикам, то увидим тенденцию, что когда RSI поднимается выше нее, каждый раз цена Линка начинала откат. Сейчас RSI тоже выше этой линии. Причем откаты были солидные на 50, 60, 70%. Так что если цена Линка сейчас откатится, она вполне может стоить 11 долларов. Однако не спешите волноваться. Это вполне естественное поведение для него. Но все-таки почему цена Линка начала параболический рост, кроме того, что ее купил Дэйв Портной? Если вы фанат Чейнлинка, скорее всего вы знаете, что Чейнлинк является связывающим звеном для всей информации в криптопространстве. А информация в экономике веб 3.0 как нефть в мире нефтяных магнатов и углеродной экономики. По факту это то, что делает смарт-контракты полезными и ключевой момент, который строит всю инфраструктуру бума децентрализованных финансов. Чейнлинк обеспечивает это все децентрализованным путем, без необходимости доверять третьей стороне, что само по себе является большим достижением. Сфера влияния Чейнлинка распространяется не на что-то отдельное, а практически на всю криптоэкономику. И на данный момент Чейнлинк интегрирован почти со всеми главными блокчейнами, что лично меня очень впечатляет. Есть, конечно, и конкуренты, которые пытаются сделать собственные так называемые ораклы, мы потом поговорим, что это такое. Но Чейнлинк был первым в своем роде, как Эфириум когда-то был первым со своими смарт-контрактами. Однако в этом и заключается загвоздка. Смарт-контракты могут управлять данными только на блокчейне, только в цепи, что делает невозможным интеграцией с реальными индустриями, которые хотели бы их использовать, и для улучшения которых эти смарт-контракты и были созданы. Чейнлинк решает именно эту проблему, становясь чем-то вроде моста между смарт-контрактами и реальными индустриями, являясь по факту провайдером децентрализованных приложений и финансов. На данный момент почти все главные приложения децентрализованных финансов интегрированы с Чейнлинком. Какой вывод мы можем сделать, зная эту информацию? Почему линк растет параболически? Чем больше взрывается рынок DeFi, тем больше ценности перетекает в Чейнлинк, потому что именно он соединяет все это в единое целое. Кроме рынка DeFi и децентрализованных приложений, Чейнлинк заключает партнерство на протяжении целого года, что хорошо в плане принятия. Чейнлинк – это первый проект в сфере оракулов. Вот мы и пришли к тому, что такое оракул. Оракул – это средство для смарт-контрактов, которое обеспечивает доступ смарт-контрактов к миру за пределами блокчейна. Проще говоря, оракул берет информацию из мира вне блокчейна и помещает ее в блокчейн. А информация, как мы и говорили, – это нефть для криптоэкономики. Чейнлинк является первым удачным оракулом, как эфириум со своими смарт-контрактами несколько лет назад. Поэтому для других оракулов, которые захотят догонять чейнлинк, это будет достаточно серьезным испытанием. Приблизительно таким же, как для конкурентов эфириума, догнать сам эфириум. Именно поэтому недооценивать такого раннего игрока в этой зарождающейся сфере на долгосрочной перспективе явно не стоит. DeFi индустрия вовсю использует чейнлинки. Отсюда следует, что чем больше чейнлинк используется, тем больше токенов линка становятся залоченными в DeFi, что приводит к увеличению дефицитности линка в долгосрочной перспективе. Это, кстати, может ожидать и эфириум после обновления эфириум 2.0. Также чейнлинк, как мы видим, находится в членах эфириум Альянс, что означает, что такие компании, как Microsoft, Accenture, CME Group, Intel, JP Morgan и другие могут работать с чейнлинком. Но я нашел кое-что еще. Оказывается, чейнлинк работает также и с Baseline Protocol, тем самым, о котором мы когда-то очень давно говорили, когда разбирали, как была запланирована глобальная пандемия. Я тогда еще показывал криптокомпании, которые работают с Baseline Protocol, рекомендуя внимательно к ним присмотреться, так как они имеют большой потенциал. Вот этот список. Надеюсь, вы его вспомнили. Это было месяца 4 назад, и вот чейнлинк тоже среди них есть. Однако кроме него есть еще достаточно много названий. Это означает, что кроме чейнлинка есть и другие оракулы, которые могут с ним конкурировать. Однако уже сейчас чейнлинк становится приоритетным выбором для множества DeFi-проектов, индустрий, а также и для новых предприятий, которые приходят и придут в экономику криптовалют. Я говорю практически обо всех индустриях, которые хотят в блокчейн. Им всем нужно хранить информацию на блокчейне, а без оракула, коими является чейнлинк, это сделать невозможно. Это и фондовый рынок, и рынок недвижимости, и рынок облигаций, и так далее. И каждый из них, пользуясь чейнлинком, залочит какое-то количество токенов, что опять же приведет к еще большей дефицитности и увеличению стоимости. Информация – это новая нефть. Чейнлинк – это новый нефтепровод. Безумный потенциал, безумный. Не стоит забывать и о стекинге, о котором чейнлинк обещает официальное заявление. Это тоже будет большим катализатором, который изменит все в лучшую сторону. Потому что холдеров станет еще больше, а значит и токенов в циркуляции станет меньше, что, конечно, благотворно повлияет на курс токена. Не стоит забывать, что чейнлинк – это не единственный игрок в сфере децентрализованных оракулов. Есть еще и другие – DOS, DIA, ZIP. Как они себя покажут? Рынок говорит, что хорошо. Многие из этих конкурентов чейнлинка тоже показали очень хороший рост недавно. Но давайте будем честными, чейнлинк, похоже, является новым эфириумом среди них. Итак, вопрос. Как и высоко может вырасти чейнлинк в предстоящем бычьем забеге? Вот с этого момента должен вас сразу предупредить, что все, что будет сказано и вами услышано – чистейшей воды спекуляция и надежда. Так что помните об этом, ребята. Капитализация чейнлинка сейчас около 7 миллиардов долларов. Рост всего лишь в 10 раз от этой точки приведет капитализацию к 70 миллиардам долларов, что в свою очередь выражается двумя сотнями долларов за один токен-линк. Абсолютно потрясающий прогноз, не так ли? Но если биткоин вырастет с 12 тысяч до 100 тысяч долларов, то возможно 200 долларов за чейнлинк уже не покажутся такой огромной цифрой. Но некоторые люди видят линк еще дороже. Например, тысячу долларов за токен. Чтобы цена была такой, у чейнлинка должна быть капитализация, как у всего крипторынка сейчас. А это более 350 миллиардов долларов. Или же 50 иксов от точки, в которой сейчас находится линк. Это будет титаническое движение. Извините меня, фанаты чейнлинка и Чика Крипта в частности, но я не вижу чейнлинк за тысячу долларов, по крайней мере в ближайшем будущем. Знаете, тысяча долларов за линк – это хорошее название для видео или для каких-то мемов в интернете. Но 350 миллиардов долларов капитализации – что-то невероятное. Конечно, в долгосрочной перспективе все может быть, особенно в таком мире, как криптомир. Но в ближайшем будущем я такого точно не представляю. Давайте я приведу свой, более реалистичный прогноз. Допустим, что рыночная доля чейнлинка во всей рыночной капитализации криптовалют будет оставаться около 1,8%, как сейчас. Конечно, эта цифра будет меняться, но давайте определим ее как константу. Итак, если биткоин вырастет до 100 тысяч долларов, и как в прошлые циклы его рыночное доминирование упадет до 35%, это будет означать, что капитализация всего крипторынка на историческом пике следующего бычьего цикла будет составлять 7 триллионов баксов. В этом сценарии чейнлинку достанется 105 миллиардов долларов от этого пирога, и это будет около 300 долларов за монету при рыночном доминировании 1,8%. Вот такая математика, ребята. Так что 300 долларов за чейнлинк вполне себе реалистичная цифра, оказывается. Неожиданно. Но на долгосрочной перспективе, если биткоин вырастет до 100 тысяч долларов. Подытоживая, покупать или не покупать линк? Мне часто задают такой вопрос, и я думаю, что чейнлинк сейчас как эфириум или биткоин. Не ожидайте от него сотни или даже тысячи иксов в следующем бычьем забеге биткоина. Скорее 10 или 20 иксов. Это более реалистично. Поэтому право решать запрыгивать вам на этот поезд ради 10-20 иксов в долгосрочной перспективе остается только за вами. А может, стоит рассмотреть его конкурентов, которые еще себя не показали? О них сегодня я тоже упомянул. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Это второе видео за сегодня. Что вообще происходит? Я был бы очень рад, если бы вы поставили лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Мне будет очень приятно. Меня это мотивирует снимать ролики дальше. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...